Итак, реакция Путина. Заметили, наверное, что вчера утром Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что Путин выступать не будет по этому поводу, не будет обращения Путина. Оно, конечно, логично вполне. Зачем президенту страны выступать, как-то обращаться к нации, если всего-то навсего около 30 беспилотников прилетели на ее столицу, работало ПВО, они попали в многоэтажки и так далее. Ну зачем, чтобы отрываться от дел, когда подумаешь, по столице бьют беспилотниками. Он когда по Кремлю били, не отвлекался от дел, чем-то своим занимался. И поэтому мы понимали, что он действительно не выступит. И поэтому, как гром среди ясного неба, было для нас вечернее выступление Путина. Вышел человек и целых три минуты порассуждал на все вот эти темы. Три минуты. Три минуты, три минуты, это много или мало. Я вам подскажу, много это или мало. Возможно, те, кто внимательно, а я знаю, что среди вас есть те, кто смотрит меня везде, постоянно, на всех каналах. И на канале Шетельман, который вы смотрите сейчас. Кстати, самое время пришло на него подписаться. Вчера опять больше тысячи подписчиков, поэтому уже 162 тысяча сейчас набирается. Спасибо вам большое. Подпишитесь на канал Шетельман. Если вы смотрите это видео на другом канале, перейдите по ссылке. Подпишитесь на канал Шетельман. Поставьте лайк этому видео. Вот. Самое время, я думаю, пришло. А я напомню, что в одном из прошлых видео, где-то перед 9 мая, меня спрашивали, как мы узнаем, а как вы думаете, будет настоящий Путин выступать 9 мая или поддельный? Это все или двойник? И эти все рассуждения велись тогда, когда еще не стало известно, что 5 царей Центральной Азии и примкнувших к ним Пашинян приедут на празднование. Тогда стало ясно, что будет настоящий. Потому что пока он был один, мог быть любой. Я тогда сказал простой критерий. Если этот человек, этот чучело, будет выступать 3 минуты, значит, это фальшивый Путин. Потому что выпускают, когда двойника, его выпускают на 3 минуты. Однажды даже в Лужниках на годовщину войны, когда собрали специально там 100 тысяч человек, платили им деньги, пригнали всех этих музыкантов и певцов военизированных российских. И вышел Путин и выступил 3 минуты. Потому что он был не настоящий. А Путин, который выступал за год до этого на таком же концерте в Лужниках, выступал, как вы помните, в такой стеклянной колбе, то есть в бронированном стекле, поэтому был настоящий. И он выступал достаточно долго, 8-10 минут, а тут 3 минуты. И вот вчера снова 3 минуты. А почему 3? Мы вспомним, настоящий Путин, в общем-то, поболтать-то не дурак. Даже, конечно, вчера был не настоящий Путин. И выдало в нем это, буквально все. Но первое, кому интересно, я разослал это видео, кусок из этого видео, фрагмент, в телеграм-канале вы можете в моем посмотреть. Телеграм, где вы можете найти телеграм Шатальмана, тоже ссылка в описании. Телеграм Шатальмана можете посмотреть, зайти. Там есть кусочек из этого видео, просто посмотрите на его лицо. Это известный двойник Путина по кличке Удмурт. Его прозвали так за его внешность. Я думаю, что вы легко убедитесь, просто за первую секунду, что это не Путин там стоит и выступает, даже по лицу. Но это не мой метод. Историю про Удмурта и других двойников, банкетного и других двойников придумал не я, разработал не я, это другие люди. Именно физиономисты, так сказать, я в этом не разбираюсь. Я, как вы знаете, сужу о том, настоящий Путин или не настоящий, по лексике, по тому, какие слова человек употребляет. Так мы можем легко определить, настоящий человек или нет. Потому что настоящий Путин оперирует неким набором слов, потому что он прожил некую жизнь и оттуда этих слов набрался. Он читал, как мы знаем, сказку Колобокова, поэтому у него вот слова все примерно плюс-минус оттуда. А вчерашний Путин сказал следующую фразу. Я сейчас вам их говорю, а вы просто сами себе так пометьте в голове. Это настоящий Путин или Удмурт? Что сказал бы на его месте настоящий Путин? Итак, фраза первая. Штабы принятия решений. Мы нанесли удар по штабам принятия решений. Да? Догадались уже, надеюсь. Заметили, да, что вот это место центра принятия решений, человек говорит штабы принятия решений. Почему? Потому что он военный. Вот этот двойник военный, я вам сто процентов говорю. Это он говорил фразу раскассировать, помните? Раскассировать это военный термин. Настоящий Путин, КГБшный, не знает слова раскассировать, потому что это устаревший военный термин. У Льва Толстого в войне и мир употребленный в последний раз. А сейчас штабы принятия решений. Дальше. Следующая фраза. Ладно, это даже не буду придираться. Грязное устройство. Украина собирается использовать грязное устройство. Настоящий Путин говорил грязную бомбу, а этот говорит грязное устройство. Дальше. Кто же, собственно говоря, с кем воюют-то они? Воюют они, оказывается, с воротилами Киева. Воротилы Киева нанесли удар по Москве. Воротилы Киева. Вы когда-нибудь слышали от Путина воротилы Киева? Киевский режим. Кто там еще был, я не помню. Ну, Киевская, господи, клика там, все что угодно. Но киевские воротилы? Какие-то новости, правильно? Лексические новости. Дальше. Ну, тут вообще, конечно, человека понесло. Называется, ну, в двух местах понесло, поэтому не случайность. Итак, первое. Когда он говорил про Запорожскую атомную станцию, что там происходит, что мы, оказывается, предпринимаем попытки, это с нашей стороны, газоорганизовать работу, газоорганизовать, газоорганизовать. А, в свою очередь, когда он говорил про события в Сирии, тут мне уже, кстати, зритель это подметил и прислал, это я не сам заметил, он сказал, что, он сказал фразу, аэродром Хеминим, Хеминим, извините, аэродром Хеминим, и сказал мне дважды. Аэродром Хеминим. А настоящий, Путин говорит, база ВКС России, а не аэродром Хеминим. Тем более, что он еще и не называется Хеминим, а называется Хмеемим. Итак, у этого Хеминим, газоорганизовать Россию, штабы принятия решений, грязные устройства, воротила Киева, и все это в трех минутах. И еще он ГСМ использует для атак. ГСМ использует для атак. Но это уже ладно. В общем, точно вам говорю, что это был двойник. Не точно говорю, что он мурт, но точно говорю, что двойник. Зачем нам это нужно, зачем нам это важно вообще? Какая разница, что говорит Путин? Что говорит, разницы нет. Но использование двойника в такой ситуации говорит о том, что это было критически важно. То есть утром они еще решают не выпускать Путина, не отрывать отдел, потому что вечером почему-то им все-таки нужна эта реакция. Видимо, все пошло не так, как они планировали. Видимо, там внутри пошла большая заваруха в связи с тем, что атакована Москва. А, видимо, им понадобилось показать, что Путин жив, Путин в силах, Путин способен как-то реагировать, что-то произносить. Отсюда взялся вот этот гудмурт и все вам рассказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!